Артур Алехин. Андрей Туркин. Не шумите! Телевизор работал второй час к ряду. Звук был на минимуме. Только две-три зелёные палочки оставались снизу и время от времени появлялись на экране. Всё и так прекрасно слышно. Ещё немного времени, и он в очередной раз увидится со своим другом. А пока можно продолжать без раздельничать. Тем более, дел не было. Его пустые, растерянные глаза с желтоватым оттенком периодически перемещались в глазницах то направо, то налево. На какие-то секунды он вдруг ловил себя на мысли «А что было до?». Однако интерес быстро угасал, паузы между вопросами увеличивались, в итоге сходя на «нет». Главное, нет больше ломоты в теле. Тошноты и ощущения, будто внутри завёлся паразит, желающий вылезти наружу сквозь коленный сустав, кожу или глаза. Однажды он не стерпел. Взял перочинный ножик и попытался собственноручно достать то существо, которое периодически просыпалось в нём. Благо, рядом находился приятель, который остановил члена вредительства и перебинтовал ему рану. А спустя несколько минут они долго смеялись над этим, валяясь на полу. Он взял холодную бутылку пива и сделал глоток. Откуда появилось это пиво? Голова загудела. В ушах нарастал звон. Так всегда бывало, когда в момент отдыха он пытался что-то вспомнить. «Но ведь», — произнёс он вслух, глядя в телевизор, — «откуда-то это всё берётся в моём доме?» Язык заплетался. Ему показалось это смешным. Улыбка появилась на лице, оголив часть полугнилых зубов. Затем он перевёл взгляд себе на колено. Бинт по-прежнему намотан, высохший грязно-белого цвета с кровавыми пятнами. Вытянув палец, он медленно поднялся его крани и ткнул. Немного дёрнулся. «Не болит», — заключил он и вновь посмотрел в телевизор. Начинался выпуск новостей. Уже шла классическая заставка. «Так вот, я же говорю». Снова обратился он к телевизору, делая очередной глоток из бутылки. «Откуда всё берётся в моём доме?» Представляешь? Не помню. В телевизоре появился ведущий новостей. Он сидел в студии, видно его было по пояс, уложенная прическа, белая рубашка, галстук, поставленная речь и нисходившая с лица располагающая улыбка. «Добрый вечер, вечерний выпуск новостей», — начал он. Закончилась реставрация столичного аквапарка. Жители смогут посещать его снова, начиная с завтрашнего дня. На экране появилась видеоперебивка. «Десять человек стали жертвами отравления в известном ресторане, проводятся проверки», — продолжал ведущий. В привычном ритме он перечислил несколько новостей, а затем на экране появилась рябь. Не более двух секунд. Как обычно. Ведущий поправил галстук, выдохнул и сказал. «Привет, Игорь. Так ведь тебе друзья всё приносят. Воруют и приносят. Просто ты не помнишь. Да какая, в общем-то, разница? Как дела?» «Нормально», — довольно ответил Игорь, поднял бутылку, демонстрируя приветствие, и сделал глоток. Колено немного закровило. Рука заболела, место укола стало совсем чёрным. «Колодец», — произнёс Игорь, тыча пальцем в область вен. Они с ведущим засмеялись, не в силах остановиться. Всё в квартире казалось размытым и неестественным, и препараты только усиливали этот эффект. В голове играла навязчивая мелодия, под аккомпанемент которой резвелись и плясали в углах тени, возбуждённые искусственным светом. Предметы интерьера плавно покачивались, словно потревоженные ветром. И над всем этим нависла пелена очуждённости, обильно сдобренная безразличием. «А если вся кровь вытечет?» — поинтересовался Игорь. «Если вытечет, — резонно предположил диктор, — то тебе уже не будет дела до этого». «И то верно». Парим по привычке чесал предплечье. «А если...» Он не договорил, потому что в дверь постучали. В его хлипкую деревянную дверь, которая заходила ходуном, и того и гляди, готова была спрыгнуть с петель. «Кто это?» — спросил Игорь ведущего, при этом глядя на дверь. «Менты?» «Я не вижу сквозь дверь», — пожал плечами ведущий, выглядывая из-за экрана. «Но, возможно. Ты что-то натворил? Было дело? Нет, я... Ты ж меня знаешь. Я тише воды всегда. Если только они...» Под словом «они» Игорь подразумевал своих приятелей. Некоторые из них сходили с ума под препаратами и крушили всё, что попадалось под руку. А ещё гадили в подъезде. И соседям это не нравилось. Периодически жильцы вызывали полицию, когда, например, среди ночи кто-то начинал орать и крушить мебель. Или когда приятели Игоря, находясь под дурманом, путали квартиру своего кореша и начинали ломиться ко всем подряд. Да и сам Игорь. На прошлой неделе он поджёг мусорное ведро на площадке, будучи уверенным, что сжигают там крошечных частных детективов, которых наняла мать присматривать за ним. «Но я же и голый бываю», — рассуждал он. «Мне неудобно, если мать будет об этом знать. Но неудобно же». Тогда тоже вызвали полицию. Кто именно, Игорь не знал, поэтому подозревал всех как со своего этажа, так и с нижнего и верхнего. «Ха! Ты думаешь, им есть до этого дело?» — ухмыльнулся ведущий. «Сейчас и забьют тебя, и скажут, что так и было. Ты один дома, свидетелей нет, а им только повод дай. А хочешь, скажу по секрету?» Ведущий придвинулся к экрану ближе и проговорил тихим голосом, почти шепотом. «Им и повода не надо. Они же считают тебя отморозком, гнойником на здоровом теле общества. Понимаешь?» Игорь испугался, заёрзав на диване. «И что теперь делать?» «Не знаю», — пожал плечами ведущий и призадумался. «Что бы можно было сделать в такой ситуации?» Вопрос его прозвучал не то риторически, не то заискивающе. В дверь снова постучали. Ещё настойчивее. «Они знают, что ты дома», — констатировал ведущий. «И если не откроешь, они её выломают». Игорь запаниковал. Он забрался на диван с ногами, ошарашенно глядя по сторонам. «Так не пойдёт!» — ведущий посмотрел на наручные часы. Он всегда так делал перед тем, как уйти до следующего выпуска. Правда, иногда он выходил в эфир внепланово специально для Игоря. «Они станут злее и забьют сильнее. Ведь борьба с дверью распалит их азарт. Надо действовать первым». «Действовать?» — глупо переспросил Игорь. «Возьми нож да припугни. Делов-то?» — лукаво посоветовал ведущий. «Нож!» — «Нож!» — спокойно повторил ведущий. «Чисто для предосторожности. Мало ли чего. Сам подумай. Их там несколько. Ты заставил их ждать. Ты один!» Игорь спрыгнул с дивана и, крадучись, направился на кухню, а через минуту он вернулся оттуда с ножом в трясущейся руке. В дверь ещё раз постучали, когда парень приблизился к ней, и из подъезда донёсся приглушённый голос. «Я слышу, как вы разговариваете, и как скрипит пол под вашими ногами, и как вы роняете предметы!» Игорь застыл. Повернулся к телевизору, ожидая напутствия от ведущего, но выпуск новостей закончился, и приятеля исчез до ночного, внепланового, а может, и утреннего эфира. Игорь остался один. Он водил расширенными зрачками из стороны в сторону, дико соображая, как поступить. Даже выпрыгнуть в окно он не мог, и понимал это даже в своём текущем состоянии. После падения с пятого этажа он отобьёт всё тело и, скорее всего, переломает ноги. А тогда как он будет убегать? Получается, его всё равно настигнут и забьют. Другое дело, он сможет уползти, и у него будет фора в несколько минут. Вероятно, дверь выбьют, забегут в квартиру и крикнут «Где эта тварь?». А затем один из недовольных гостей увидит открытое окно, посмотрит вниз и воскликнет «Вон он! Он выпрыгнул!». К тому моменту с переломанными ногами удастся отползти не более чем на двести-триста метров, а значит, его легко догонят. «Нет, лучше уладить мирно», — проговорил Игорь вслух. Он решительно шагнул к двери, отпирая замок. Рука с ножом висела вдоль тела, готовая рвануть вперёд в любой момент, если почувствуется угроза. Сегодня он даст отпор, Игорь в том не сомневался. И больше ни один мент не посмеет издеваться над ним, давать подзатыльники и пинки. Он потянул дверь, лишь слегка приоткрыв её, ведь наверняка ещё двое-трое спрятались за углом. Снаружи стоял человек. Один. Знакомое лицо, но Игорь не мог вспомнить, где его видел. Люди часто ему казались знакомыми, только он не понимал, откуда их знает, и делал вывод, что видел их во сне. Они ему снились, а потом он их видел. Бывает же такое. «Здравствуйте». Человек выглядел немного растерянным, голос его дрожал, сквозь очки виднелись маленькие глазки. «Вы мешаете нам спать! Я не намерен это терпеть! Если вы не прекратите, то...» «Сосед!» Игорь обрадовался. Он почувствовал облегчение от того, что не придётся выяснять отношения, а тем более с кем-то драться, и уж тем более связываться с полицией. Рука за спиной вспотела. Нож выскальзывал из ладони. «Можно засунуть его в штаны или выбросить, здесь он не пригодится. Лучше выбросить, на пол, потому что, засунув за спину, есть риск порезаться». Послышался грохот. Игорь вытер руку о майку и протянул её мужчине в знак приветствия. Тот машинально и неуверенно пожал в ответ. «Так я вроде не шумлю». Игорь вправду не понимал, в чём претензия. Регулярно он слышал классические удары по батарее. Сам он никогда подобного не делал, но прекрасно помнил, как подобные действия совершали его мама и бабушка, когда ему было лет восемь. Они делали так, когда у соседей громко играла музыка или по ночам лаяла собака. В последний год он часто слышал эти стуки, но никогда не думал, что они адресованы ему. «Знаете что, я не собираюсь с вами разводить демагогию. Вы не работаете, а мне, между прочим, завтра рано вставать!» «Да ты заходи, посмотри!» — искренне произнёс Игорь и приоткрыл дверь, приглашая гостя. Он был рад, что хоть кто-то поговорит с ним, так как друг-ведущий ушёл и в лучшем случае появится через несколько часов. А спать ещё не хотелось. «Заходи, заходи!» — по-доброму обратился Игорь к неуверенному соседу. Тот сделал аккуратный шаг и на мгновение остановился, словно за порогом находилось минное поле. Затем ещё шаг. Игорь попытался закрыть дверь. Она застряла. Раньше такого не наблюдалось. «Застряла!» — произнёс он, улыбнувшись всё ещё настороженному соседу. Затем, толкнув наружу, попытался снова закрыть. Не вышло. Игорь посмотрел в зазор. В нём было пусто. «М-м-м!» — произнёс он и начал открывать и закрывать дверь до тех пор, пока она, наконец, не захлопнулась. «О, всё! Проходи!» Игорь указал рукой на стол. Он бодро достал из холодильника бутылку водки, открытые консервы и немного солений, всё, что у него имелось. Затем поставил две рюмки и разлил. «Я сам почти не пью! Это друзья, когда приходят!» Сосед неуверенно сел и поднял рюмку. Они чокнулись и выпили. Мужчина молча извлёк из банки солёный огурец, занюхал и, громко хрустнув, откусил его. «Вы извините, что я так с порога!» — произнёс он. «Жена послала. Я говорю, ну мало ли, но отдыхает человек. В конце концов, можно же наушники надеть!» А она всё... «Не мужик? Не мужик?» — мужчина поднял рюмку с новой порции, которую Игорь успел любезно налить. Чокнувшись, они выпили. «Так у меня же тихо!» Игорь обвёл руками пространство, а затем, вдруг прекратив жевать, уставился на соседа. «А что у тебя с головой?» — испуганно спросил он. «А что?» — удивлённо ответил тот, ощупывая лоб. «Так ведь разбито, кровь течёт!» Игорь не отрывал глаз от головы нового приятеля. На его голове откуда-то появился дефект. Вмятина, какие бывают от падения чего-то тяжёлого на капот машины. И струйки алой крови непрерывно стекали, капая прямо на стол. «А, это!» — ответил сосед, протирая голову рукой. «Это бывает, не обращая внимания, мелочь!» «Ну ладно!» — удивлённо проговорил Игорь, стараясь не смотреть на эту странность. Сосед оказался не таким уж и занудой, каким выглядел в первые минуты знакомства. Встречал он таких, этакие ботаники, со всеми на «вы», на «будьте любезны». Зато быстрее всех вызывают полицию, чуть что не так. От этих интеллигентов всегда достаётся. Но новый приятель не из этих. Уже за пятой шестой рюмкой он не применил рассказать, как его пелящая жена всё время заставляет вступать в конфликты и выяснять отношения. Только голова соседа по-прежнему смущала Игоря. «Может, тебе тряпку дать?» «Не нужно! Я ж говорю, бывает!» «Да, верно, всяко бывает. Бывало, Игорь однажды летал. Прямо на кровати. Как раз перед знакомством с телевизионным другом. Он заснул днём, а проснулся под ночь. Приподнялся с кровати и чуть не упал. В первые секунды ему стало страшно, ведь внизу уплыли облака, а под ними, сквозь проплешины, виднели стаи птиц, вероятно, летящих на юг или куда-то ещё по своим делам. А затем страх сменился лёгкостью. Словно на ковре самолёте, силой мысли он стал управлять своей летающей кроватью. Вперёд, вниз, выше. Ему довелось взлететь в космос, облететь Землю и даже приблизиться к Луне. Но в момент прелунения он заснул, а проснулся снова в своей комнате. Ещё некоторое время он не вставал, пытаясь вновь раскочегарить свою летающую кровать, но не получалось. Сломалась, наверное. Да и хрен с ней, — подумал он. А к вечеру новые видения вытеснили мысли о предыдущих. «Игорь! Игорь!» — послышался голос соседа, вынимая его из воспоминаний. «А? В дверь стучат!» Сосед-интеллигент вновь наливал из бутылки, которая, казалось бы, не кончалась. Действительно, в дверь кто-то стучал. Игорь вопросительно посмотрел на соседа. «Открыть?» Тут утвердительно покачал головой. «Может, приятели?» — предположил Игорь. Сосед пожал плечами. «Вот бы была дверь с одной стороны прозрачная. С внутренней, конечно. Чтобы я мог видеть, кто там стоит, а меня бы не видели. Было бы здорово. Ну, знаешь, как стёкла в полицейских участках. В фильмах». «Да, было бы удобно», — согласился сосед, с аппетитом поедая сделанные из хлеба и консервы бутерброд. Игорь встал и двинулся к двери. В его голове снова промелькнула мысль о полиции, но парень отмел её. Теперь у него был свидетель из приличных людей, и стражи порядка при нём не посмеют ему ничего сделать. Такие люди, как сосед, ценятся в обществе. Их оберегают, сдувают пылинки. С ними соглашаются. Да и не шумели они. Чего бы полиции приезжать? Всё же спокойно. «Чинно», — проговорил он вслух, отпирая дверь. Ручка, правда, показалась липкой, но это, видимо, из-за чипсов и консерв. Вечно эти рыбные консервы протекают. Как ни открывай, всё равно капля попадёт на пальцы. Он бы посмотрел предварительно в глазок, да того попросту не было. Не говоря уже о прозрачной стороне двери. Каждое движение казалось Игорю долгим и кропотливым. Словно он проделывал всё, находясь в чане киселя. Причём этот вакуум создавался только вокруг него. Окружающий мир продолжал двигаться в стандартном ритме. Тени разбегались по углам, будто не желали, чтобы их заметил очередной гость. Картинки в телевизоре мелькали ещё быстрее, порой вываливаясь за пределы экрана. «Не успевали затормозить», — решил Игорь, проворачивая собачку. И даже стрелки крутились с неимоверной скоростью на замерших ещё в прошлом году настенных часах. Наконец дверь приоткрылась, и в проёме показалась голова со злобленными глазами. Или это только показалось? Наверняка всё иначе. Человек попросту не выспался и хмурит брови, чтобы глаза не закрывались. Его лицо тоже показалось Игорю знакомым. «И этого где-то видел», — подумал парень, придерживая дверь в приоткрытом положении. «Привет», — сказал он вслух и помахал свободно рукой. «Привет», — переспросил удивлённый человек, налегая плечом на дверь. Он явно желал попасть внутрь. «Ночь на дворе. Какой привет! Ты что тут устроил?» «Я», — Игорь уставился на прорывающегося в его квартиру человека. «Ничего, мы с соседом тихо сидим, разговариваем». Он упирался в дверь со своей стороны, не пуская незваного гостя внутрь. «У меня тихо! В тридцать пятой обычно шумят!» «Так ты и есть из тридцать пятой, утырок! Иди-ка сюда!» Человек силой толкнул дверь, и Игорь отступил в сторону. В его безмятежном теле силы отсутствовали напрочь, они словно засыпали, когда владелец что-либо употреблял. Человек же снаружи, наоборот, казался халком, и тусклый свет из комнаты в подтверждении этих мыслей раскрашивал его в зеленоватый оттенок. На его голом торсе и руках перекатывались наколки. Игорю показалось, что они сейчас посыплются на пол и закатятся куда-нибудь под диван. И потом до утра придётся их искать. Игорю не были нужны чужие наколки под своим диваном, а об звёзды, похожие на сюрикены, вообще можно было пораниться. «Кто там?» — спросил интеллигент. «Приглашай за стол!» Но Игорь не успел ответить. Он почувствовал удар в лицо, не сразу это поняв. Голова странно дёрнулась, и на какой-то миг верх и низ перевернулись, как если бы поменялись местами. Давление на левую часть головы словно бы усилилось десятикратно. Он чуть не упал, благо кулак человека прошёл вскользь. Громила, ругаясь, распахнул дверь настежь и шагнул внутрь. В нём бушевала ярость. Он видел тщедушное тело соседа, который, по всему видимому, не понимал, что происходит. А в следующее мгновение нога незваного гостя поехала вперёд. Вероятно, он наступил на что-то влажное у порога. А затем почувствовал, как оторвался от земли. На какую-то секунду, не более. — Блин, ты как? Немного придя в себя, Игорь подошёл к распоставшемуся на его пороге человеку. Наклонился над ним, осматривая. — Ты прям башкой об косяк ударился. Громила молчал. Он потирал голову рукой. Казалось, вместе с падением вся ярость моментально вышла, и человек, что называется, остыл. — Давай помогу. Игорь протянул руку, ухватил незваного гостя за кисть. — Нельзя на полу лежать. — Продует. — Я закалённый. Поспешил успокоить хозяина человек с наколками. — Выпьешь с нами. Игорь добродушно сделал приглашающий жест рукой. Громила прошёл, присев на свободное место. Он оказался не таким уж и страшным. Уже через двадцать минут казалось, будто мужчины не случайно встретились, а всегда дружили, словно старые друзья, которые то и дело собирались посидеть вместе, вспомнить о былом и поделиться насущными проблемами. — Я, думаете, пришёл, потому что вы мне мешаете, — говорил Громила, немного заплетаясь, ввиду того, что ему налили так называемую штрафную, и он, нисколько не сопротивляясь, разом выпил около стопятидесяти граммов водки залпом. — Я же всё понимаю. Ну, сидят мужики, общаются. В конце до концов, сегодня я потерплю, завтра вы, когда ко мне кто-то в гости придёт, верно? Все трое, не сговариваясь, подняли рюмки и торжественно выпили. — Меня жена прислала. Видите ли, ей мешает! Громила махнул рукой в сторону и заплакал. — Да брось ты! — приобнял его интеллигент, в то время как Игорь не нашёлся, что сказать, отвлекая себя от драмы открыванием новой банки шпрот. — Вот я вроде такой здоровый, — продолжил огромный сосед, — а внутри очень ранимый. Мне проще капризы исполнять, чем терпеть это нытьё. Понимаете? Не держите зла, мужики! — Да ладно тебе, всё нормально, — отреагировал хозяин квартиры. — Всю душу мне высосало! У меня вот здесь болит, понимаете? Вот здесь! Громила три раза ударил себя кулаком в область сердца. Игорь уставился на место, которое показывал новый приятель. Он увидел, как в момент, пусть сильного, но символического удара, у Громилы сломались ребра и хлынула кровь, словно обрушившаяся под напором воды дамба. Однако тот не обращал на это никакого внимания. — Позволь! — произнёс Игорь и протянул палец к только что возникшей ране. Через пару секунд он почувствовал плотность торчащего ребра и влагу. — Ты чего? — удивился большой сосед, не понимая, что делает гостеприимный хозяин. — Ты сломал себе ребра кулаком, — произнёс Игорь, не отводя от него глаз. — Ну и? Я ж говорю, болит у меня там. Не первый день уже. Слабое место. — Но там же как бы рано. — Так у тебя тоже рано! — сосед указал пальцем на синие вены. — И у него рано! — в этот раз он указал пальцем на голову интеллигента, из головы которого по-прежнему шла кровь. — У всех у нас раны! — многозначительно выдохнул Громила и поднял рюмку. — Давайте, мужики! За нас! За мужиков! — За мужиков! — громким откликом поддержал интеллигент, и все трое выпили. — Бухаем, значит! — прозвучал голос со стороны двери. Все трое, не успев сесть после тоста, повернулись в сторону шума. Там стоял новый человек. В левой руке он держал кроссовок. Вид его был уставший, сонный и возмущенный. Морщины на лице выдавали возраст, точно они меньше семидесяти. — Дармоеды! — продолжил пожилой мужчина. — Вы знаете, сколько времени! — Да что с вами говорить! Тридцать лет я работал, пахал. Думал, придет время. Поживу, отосплюсь, в покое побуду. — Думал, право себе на это заслужу. — А вот хоре на мне, да? — мужчина ударил кроссовком по стене. — Это кто? — едва слышно спросил громила у Игоря, стыдясь вновь пришедшего гостя. Ему было неловко от того, что перед ними стоял пожилой человек и отчитывал их. Неловко было всем, потому все стояли, не позволяя себе сесть. Игорь пожал плечами. Он не знал этого человека. И не знал, почему половина лица этого, вероятно, тоже соседа, начинает синеть. Левая часть синеет и синеет, превращаясь в густой, приторный черно-синий цвет. — Бессонница, стресс, давление! — повышает он, продолжал пожилой мужчина. Вы хоть слова-то такие знаете. А я могу продолжить список. Головные боли, апноэ, артрит. Но вам же плевать, да? Вы же эгоисты! Вы же никого не уважаете! Мужчина всхлипнул. На глазах его выступили слезы. Состояние смущения и неловкости усилилось вдвое. Троица по-прежнему стояла за столом, теперь опустив головы, словно набедокурившие подростки. А мужчина хлюпал носом и горько вздыхал. Наконец Игорь решил разрядить обстановку, тем более что чувство совести невыносимо грызло его изнутри. — Да ладно тебе, отец! Чего ты? Мы же не шумим вроде. Ну, хочешь, потише будем. Садись к нам. Пожилой мужчина вытер слезы и поднял голову, осматривая присутствующих. Затем, выдержав паузу, он сделал шаг к столу. Все трое, словно сговорившись, быстро задвигались. Игорь полез за новой тарелкой и приборами, интеллигент стал разливать напиток по рюмкам, а громила придвинул свой стул новому гостю, параллельно высматривая место для себя. Выпив, обстановка разрядилась. — А зачем тебе кроссовок, отец? — спросил Игорь, хрумкой огурцом. Он указал на обувь, которую пожилой мужчина положил прямо на стол, рядом с тарелкой, равно как люди кладут свои мобильные около себя. — Мо это! — ответил пожилой сосед, не вдаваясь в подробности. Никто не стал донимать его расспросами. В конце концов, какое кому дело? Как говорится, у всех свои странности и привычки. И стоит получше узнать человека, прежде чем ставить на нём клейму. Вот взять хотя бы громилу. С порога кинулся драться, но, разобравшись в ситуации как следует, он кардинально изменился и даже попросил прощения. Казалось бы, неслыханное дело, но факты налицо. И даже наколки его успокоились и больше не норовят осыпаться, словно листья с дерева поздней осенью. А интеллигент услышал какой-то шум, которого не было. Скорее всего, просто захотел выпить, расслабиться. И сбежал от жены под предлогом, будто соседи шумят. Странно, но забавно. Игорь до сих пор не верил, что в его доме собралась такая разношёрстная компания. И все ладят друг с другом, никто не устраивает разборки, хотя водка льётся рекой. Он откинулся на спинку стула, прикрыл глаза. Темнота раздалась от одного края обозрения до другого. В ней плавали, словно в океане, экзотические рыбы и мифические существа. Они ныряли в черноту, пропадая из виду, а затем появлялись вновь. Но появлялись другими. Как соседи, что пришли разбираться, но изменились. И теперь все они сидели за одним столом, будто в сказке. И мир вокруг остановился, запечатлев эти прекрасные моменты на скале времени. По лицу Игоря расползлась довольная улыбка. Алкоголь разгонял препараты, удваивая, а то и утраивая их эффект. Воздух колебался, звенел, то уплотняясь, то возвращаясь в обычное состояние. Эйфория накатывала волнами. Больше никто не ломился в дверь, и можно было расслабиться. Хотя бы ненадолго забыть о вездесущих ментах, что заглядывали в каждую замочную скважину, вынюхивая, за что можно ухватить человека и хорошенько его потрясти. Они, как охотники, загоняли добычу. Сначала уничтожали морально, затем пускали в ход физическую силу. Тело Игоря ныло, едва он вспоминал о людях в форме. Об эхолостичных дубинках, которые так хорошо принимали очертания тела, о тяжелых сапогах, выбивающих дух с одного удара, о диком смехе откуда-то сверху. Игорь привык слышать смех сверху, так как в эти моменты он обычно валялся на полу. Как же он устал от всего этого. Почему они не могли просто оставить его в покое? Что он им сделал? Ответов не было. Лишь огромный знак вопроса повис посреди комнаты, словно гелиевый шарик, намекая, что вопрос задан правильный. Вот только непонятно, виден ли он с закрытыми глазами или с открытыми. Неважно. Сущности происходящего это не меняло. Был вопрос по ту сторону век или по эту. Он верный и довольна на этом. Тихонько работал телевизор. Его приглушённые звуки прорывались сквозь разговоры за столом. Как если бы вместе с ними находился пятый человек, с одной лишь разницей. Общался он через веб-камеру, выведенную на экран. В какой-то момент Игорь почти поверил в это, так как мог бы поклясться, что речи из телевизора чётко попадали в разговор собравшихся за столом. — Нельзя в противогазе! — донёсся обрывок фразы, голосом громила. Игорь открыл глаза и, непонимающе, уставился на него. — Чего нельзя в противогазе? — Блевать! — коротко ответил тот. И Игорь мгновенно обнаружил себя блеющим на полу. Дыхание давалось с трудом, уши заложило, и повсюду стоял нестерпимый запах рвоты. — Я не в противогазе! — хотел возразить он, но не смог. Лицо словно сковало обтягивающая маска, и между ней и лицом становилось всё меньше пространства, а, соответственно, и воздуха. — Ужас! Ужас! — вопил пожилой сосед, опрокидывая рюмку за рюмкой. Его всклокоченные седые волосы развивались, словно бы на ветру, хотя такового быть не могло. Окно комнаты оставалось закрытым. — И зашторенным! — проговорил сквозь тошноту Игорь, упираясь четырьмя костями о вспученной линолеум. Его сознание точно бы отделилось и теперь скакало по комнате, производя странные и громкие звуки. Как тот самый резиновый мячик из детства, шлепки которого до сих пор стояли в голове, стоило лишь представить его. Сознание резвилось, пока Игорь изрыгал содержимое желудка. — Как обожравшийся кот! — подсказал Громила, а затем громко засмеялся. — У меня есть такой кот! — вставил интеллигент. — Как нажрётся на ночь, так блюёт потом по углам. А я говорю жене, не корми его, он уже ел, но она никогда меня не слушает. Барсик, видите ли, голодный спать не сможет. — Лови его! Ускачет! — крикнул пожилой сосед. — Кто? — спросил Игорь, едва разлепив слезящиеся глаза. — Сознание! Игорь что-то прохрепел, с трудом поднимаясь с пола. Он уловил взглядом свою собственность, каким-то неимоверным способом, выблеванную случайно на пол. — Вон оно! — завопил интеллигент, указывая пальцем на выход. Игорь с диким рёвом бросился на перехват своего сознания и врезался со всего размаху в дверь. Благо она открывалась внутрь, иначе он вынес бы её с корнями. А так лишь больно ударился телом и отлетел назад. Косяк закрошился столетней штукатуркой. Быстро вскочив, Игорь кинулся к дивану. Именно туда указывали его гости. А затем к серванту, а прокинул его, поскольку сознание спряталось за заднюю стенку. Послышался оглушительный удар, посуда разлетелась в дребезги. Осколки впивались в подошвы Игоря, но он был слишком занят, чтобы обращать на это внимание. Он прыгал и метался, запинался и падал, и силы в нём, казалось, не заканчивались. А за столом свистели и улюлюкали гости. Интеллигент, здоровый в голове, громила с раной в груди и пожилой, с истинно чёрной половиной лица. «Хочу, как у вас!» — кричал Игорь. «Как у вас!» Он до сих пор не увидел свои порезанные стеклом и керамикой ноги, и как пол в комнате раскрашивается длинными, кровавыми полосами. «Держи!» — проговорил громила, вытер салфеткой нож, которым только что намазывал шпродный паштет на кусок чёрного хлеба. Он бросил его в сторону Игоря. Нож приземлился рядом. «Выпусти пар! Станет легче! А потом выпьем!» Интеллигент, негласно отвечавший за разлитие алкоголя, моментально наполнил тару. «Я хочу, как и вы! Так же хочу!» — повторял Игорь, сидя на полу. Спиной он облокотился на стену. Поджав под себя ноги, парень упорно осматривал свои коленные чашечки, периодически переводя взгляд на друзей, которым не терпелось выпить, которые ждали его за столом. Он играючи повёл ножом вправо, влево, вверх, вниз. Друзья воодушевелись и заигрывающе сопровождали взглядом нож. Интеллигент подёргал пальцем. «Ах ты, хитрец!» Вправо, влево, вверх и вниз. Затем острый кончик ножа встал на самый центр правой коленной чашечки. Игорь хихикнул и начал нажимать. Лезвие пронзило кожу, но упёрлось во что-то плотное. Застряло. Что-то сдерживало его от дальнейшего движения. Игорь нажал сильнее и засмеялся. Друзья поддержали. Они захохотали. И тогда Игорь закричал. Крик вперемешку с истерическим смехом заполнил помещение. Он надавил ещё сильнее и ещё, пока нож буквально не провалился, пробив сдерживающий его барьер. «Всё, вытаскивай и давай к нам! Вот, Костынет!» прокричал Громила сквозь непрекращающиеся аплодисменты товарищей. Игорь посмотрел на колено. Теперь у него тоже была рана, как и у соседей. Алая кровь булькая выходила наружу, а в суставе отчётливо виднелась дыра. «Я сейчас, сейчас!» — кряхтел Игорь, пытаясь подняться. «Нога почему-то не слушается. Наверное, отсидел. Сейчас, подождите, не пейте без меня!» Он оперся на левое колено, пытаясь понять, как лучше ему дойти до стола. От размышлений его отвлёк звук шипения. Телевизор. «Внеочередное включение!» — пронеслась мысль в голове. Игорь сел, вытянув ноги. Он вдруг подумал, что ему нужно отдышаться и восполнить запас сил. Почему-то они резко его покинули. «Привет!» — поздоровался он с ведущим, который смотрел на него через стекло экрана. «А мы тут сидим, разговариваем!» Он указал рукой на друзей и заметил, что все они не просто замолчали, а застыли в одной позе. Словно он сам находился в телевизоре, и кто-то, смотрящий с обратной стороны экрана, нажал на паузу. Может быть, отошёл в туалет или ещё на что-то отвлёкся. Друзья сидели неподвижно, застывши. Только их глаза продолжали моргать, указывая на то, что они живые, а не куклы. Застыло всё. Комар, пролетавший над головой интеллигента, кусочек хлеба, который случайно обронил Громила, завис в двух сантиметрах от пола. Друг ведущий, осуждающий, смотрел на Игоря. — А мы тут сидим, — оправдываясь, произнёс он, чувствуя осуждение со стороны ведущего. — Мы не шумим, мы тихо. Раздался стук в дверь. В очередной раз кто-то пришёл. Вероятно, ещё какой-нибудь сосед с душевной раной хочет разделить с ними стол. Ведущий поднял указательный палец и медленно поднёс его к корту. — Тссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Он поскальзывался на красное лужице, которое превратилось в скользкую жижу под его ногами. — Я открою. Они тоже думали, что я шумлю. Но главное — показать людям, что это ошибка, и всё. Игорь уперся руками в стену и резким движением буквально подпрыгнул, успев опереться на левую ногу. Правая же едва касалась пола, создавая формальную опору. Ведущий вновь показал указательный палец и несколько раз помотал им влево-вправо. — Не открывай. — Всё нормально, не бойся. Я сейчас вас всех познакомлю, — произнёс он, запрыгав в сторону двери. Телевизор зашипел. Игорь машинально повернул голову. Ведущий исчез. Друзья же по-прежнему сидели, общались и выпивали. — Кто там? — спросил Громила. — Не знаю, сейчас посмотрим, — ответил Игорь, обернувшись, и на мгновение застыл. На какой-то момент ему показалось, что на столе ничего нет, кроме куска хлеба, бутылки водки и нескольких рюмок, а друзья сидят неподвижно с запрокинутыми головами. Он зажмурился. Картина стала прежней. — Давай их к нам! — проговорил пожилой мужчина, значительно расслабившись в компании молодых людей. Игорь запрыгал в сторону двери. В неё по-прежнему стучали. Двигаться быстрее не удавалось, из-за двери раздавались голоса. В этот раз не было сомнений, что людей несколько. — Иду, иду! — проговорил Игорь. Открывая замок, он уже отчётливо слышал голоса. — Мой муж пошёл минут сорок назад, чтобы попросить вести себя потише. — Да, да, мой тоже! — взволнованно добавлял другой женский голос. — И мой! — Тихо, тихо, сейчас разберёмся! — успокаивал какой-то мужчина. — Вы не волнуйтесь, они у меня! — громко ответил Игорь, открывая дверь. Он решил, что жёны его друзей заволновались и кинулись на их поиски. — А не тут заходить! — Игорь наконец отворил замок и приоткрыл дверь. Как и в прошлые разы, он сделал приглашающий жест рукой, опираясь на стенку. — Входите, они у меня! — дружелюбно произнёс он. Перед ним стояли двое полицейских, а за ними три взволнованные женщины. Все замолчали. Казалось бы, опять кто-то поставил происходящее на паузу. Несколько секунд — все стояли на одном месте. — Проходите! — снова произнёс Игорь, как вдруг почувствовал удар в лицо и послышался женский крик. Оказавшись на полу, он продолжал ощущать удары. Двое полицейских не унимались. Один сел сверху, а второй, стоя над ним, наносил удары кулаком в голову. — Да вы проходите, угощайтесь! Мы же не шумим! — кричал Игорь. Однако его не слушали. Лишь спустя минуту он ощутил боль в плечевых суставах, а затем услышал щелчок. На него надели наручники. Женщины по-прежнему кричали и плакали. Шум глушил все посторонние звуки. До ушей едва доносились реплики полицейских. «Срочно группу по адресу! Срочно! Срочно!» Зато своих друзей он слышал отчётливо. Они по-прежнему ждали его за столом. — Ну что там? Давай уже к нам! — Это ваши жёны! — кричал Игорь. — Да они их отсюда! Не дают посидеть нормально! — Я не могу! На мне наручники! — Заткнись! — крикнул стоящий рядом полицейский. Однако друзья продолжали беседу. — Скажи им, что к утру вернёмся. Только не пускай их! — просил интеллигент. — Хорошо! — кричал в ответ Игорь сквозь продолжающиеся крики женщин. — Сейчас только наручники снимут! Вы скажите им, подтвердите, что я не шумел! — просил Игорь друзей соседей, ведь их-то наверняка послушают! — Утренний выпуск новостей! — объявил ведущий в новостной программе. Ухоженное лицо, красивая прическа, идеально выглаженная рубашка и галстук — всё как обычно. Разве что лицо его было не таким улыбчивым, как обычно. Вчера в рабочем районе города произошло жуткое происшествие. Трое человек были убиты на бытовой почве. Причиной послужил шум, доносящийся из квартиры. По предварительным данным, в квартире проживал наркоман со стажем. Соседи пытались сделать замечание, так как у него бесконечно работал телевизор на полную громкость, причём без эфира, он просто шипел. «Это сводило с ума», — рассказывает одна из жён пострадавших. В итоге одного мужчину убийца забил до смерти дверью. Второй скончался от ножевого ранения в область сердца. А пожилого мужчину, шестидесяти трёх лет, он просто забил до смерти кроссовком, нанося удары по голове. Мужчины приходили сделать замечания в разный диапазон времени. В итоге жёны пострадавших заподозрили неладное и вызвали полицию. Приехавшие сотрудники обнаружили ужасающую картину. «Я такого никогда не видел. Даже представить себе не мог, что такое возможно», — так прокомментировал произошедшее. Один из полицейских, оказавшийся на месте события. Три трупа сидели за столом, на котором стояла бутылка водки, четыре рюмки и несколько банок консервов. Кажется, убийца так ничего и не понял.